Награждается капитан команды Дмитрий Ковалев. Волейбольный клуб «При Ками» чествовали сегодня в администрации Пермского края. Губернатор Виктор Басаргин вручил игрокам и тренерскому штабу золотые медали за победу в чемпионате России среди команд высшей лиги сезона 2011-2012. Я еще раз поздравляю вас с вашими успехами. Еще раз говорю, что мы будем за вас болеть, будем вас поддерживать активно, в том числе финансово. Прием у губернатора прошел в преддверии старта «При Ками» в Суперлиге. Место в элитном дивизионе отечественного волейбола наша команда снова отвоевала спустя пять лет. Домашние матчи «При Ками» будет проводить в спорткомплексе имени Сухарева. Первая игра нового чемпионата состоится 29 сентября и в завершении приема волейболисты пригласили Виктора Басаргина посетить эту встречу. Губернатор приглашение принял. «Конечно, очень рады, когда на таком высоком уровне принимают нас первое лицо. Когда нам напутствуют перед чемпионатом, это вдохновляет ребят перед сезоном, потому что сезон предстоит очень тяжелый выступать в сильнейшем чемпионате, можно сказать, даже мира. Будем стараться бороться, так сказать, высоко держать планку пермского края нашего». Гонбалисты пермских «Медведей» провели первый домашний матч в рамках стартовавшего чемпионата страны. В первом туре, напомним, наши обыграли на выезде астраханскую «Зарю Каспия». В туре втором соперником «Пермяков» выступила команда РГУФК «Чеховские медведи». В прошлых сезонах встречи с чеховским коллективом зачастую складывались для «Медведей» очень непросто. Так вышло и на этот раз. После первого тайма «Хозяева» выигрывали 17-16, и лишь небольшой провал в игре гостей ближе к концу второй половины позволил «Пермякам» оторваться в счете. В итоге победа 33-29. Самым результативным игроком встречи стал Юрий Орлов, на его счету 14 мячей. «Команда помогала, делала для меня стяжки, в защите стояли все команды, бежали все команды. Я считаю, что сегодня победил командный дух наш, то, что мы сыграли сегодня как настоящая команда». Ошибок в защите слишком много было, и в концовке был вообще серьезный провал и в нападении, и в защите. И вот этой пятиминутке или десятиминутке провальной, где пермские «Медведей» сделали разрыв, вот на этом основное поражение нашло. «Была задача быстрее возвращаться в защиту, да, и успевать как бы в контратаке соперника перехватывать. И не всегда получалось, особенно в первом тайме, но в втором вы видите, что команда хорошо сыграла в защите, и мы в основном с переходом очень много мячей забили». С учетом встреч в Международном кубке ЕГЭ в пермские «Медведи» довели победную серию до четырех матчей. Впереди выездной поединок 19 сентября в Волгограде против местного «Каустика». Дома наши сыграют 24-го числа. Соперник – Снежинский Сунгуль. Очередной календарный матч проводят в эти минуты и хоккеисты Молото Приками. Соперник – финалист прошлого чемпионата ВХЛ Тюменский Рубин. Результат этого матча вы сможете узнать из ночного выпуска ТСН. В Волгограде состоялось первенство России по классическому парашютизму. На соревнованиях отличилась пермская спортсменка Таисия Кривощокова. Она завоевала золото. Наша парашютистка стала первой в обоих видах – прыжках на точность приземления и воздушной акробатике. Женская сборная Приками стала лучшей в командном зачете, а мужская команда завоевала на этом первенстве бронзу. Андрей Сидорчуков, телевизионная служба новостей.